Доброго времени суток, дорогие друзья! В общем, какая ситуация? Есть пилотная программа, значит, в северной территории. Мы уже с вами об этой программе говорили. Я вот подумал, что сегодня я все это освежу вам, плюс там есть небольшие новости, объясню, как что делается, и думаю, дай-ка я запишу, находясь в теплице. Почему бы и нет? Сельские территории, теплицы – это самое то, что нужно. В общем, что вы скажете по поводу того, что я вам расскажу, каким образом уехать в Канаду, если у тебя есть только школьный диплом, уровень английского тебе нужен 4 балла, это ниже даже, чем по пилотной Атлантической программе, ну и тому подобное. Готовы? Если готовы, подпишитесь на данный канал. Данный канал создан исключительно для целей просвещения. Тут всю информацию, которую я рассказываю, вы можете в самостоятельном, спокойном доступе найти на канале. О, господи, на канале. Можно у меня на канале найти, а можно зайти на сайт canada.key, и просто это все бесплатно просто можете взять, прочитать. В общем, если вы не подписаны на канал, и вам в лом искать информацию самостоятельно, подписывайтесь на канал, и будете получать бесплатную дозу информации по миграции в Канаду, и все, что связано с Канадой. В общем, поехали, ребята. Начнем с самого главного. Начнем с того, что же это за программа. Эта программа создана для того, чтобы помочь некоторым небольшим городам на территории Канады, маленьким городкам, поднять свою экономику. Поднять свою экономику, каким образом? Да, очень легко. Привлечь побольше иммигрантов. Значит, пилотная программа сельских и северных территорий, это программа, основанная на сообществах и для сообществ. Сообществ это города. Она предназначена для распределения экономической иммиграции в небольшие города, а вам же она помогает получить вид на жительство Канады, если вы готовы работать и жить в этих городах. Итак, начнем с того, что сейчас на экране вы видите список городов, которые участвуют в данной программе. Есть город, есть его сайт. В большинстве своем сайты уже есть. Некоторые сайты еще не запущены. Сама программа запускается вместе с сообществом. И некоторые сообщества еще прошли отбор, они готовы уже принимать себе иммигрантов, но они еще не сделали собственные сайты. Запишите эти сайты, я еще ссылочку в комментариях оставлю в закрепе ссылки на все эти сайты. Данные сайты вам понадобятся. Далее объясню почему. Теперь немножко давайте поговорим о требованиях, о требованиях данной программы. Вы должны получить рекомендации от одного из этих городов, о которых мы с вами говорили сейчас выше. Как это все делается? Вы заходите на сайт данного города, заходите в раздел, там есть специальный 100% раздел иммиграции, есть раздел Rural and Nother Immigration Pilot. Если у вас плохой английский, берете сайт и переводите в гугл, и заходите уже в переведенный сайт и читайте информацию. Так вот, у каждого из этих городов есть свои требования к определенным работникам, к определенным людям. Вот, посмотрите, в какие города вы все-таки проходите, в какие города вы не проходите. Если бы я сейчас начал заниматься тем, что расписывать требования каждого города, то данный ролик бы затянулся бы на сутки, наверное, потому что много городов, у каждого есть свои требования, свои какие-то такие, знаете, специфические требования к будущему мигранту. Но это все нужно. Это все нужно все-таки исключительно для того, чтобы вы могли потом получить рекомендательное письмо от этого города. С этим рекомендательным письмом от этого города вы имеете право на иммиграцию через эту программу. По программу сельских территорий. Вот, ситуация какая? Без этого письма не получится. То есть вам в любом случае надо туда поехать. В любом случае надо, ну как бы, надо списаться с этим городом, посмотреть требования и попробовать подать документы. Ситуация в чем? В том, что данное письмо вы можете получить исключительно тогда, когда вы сможете доказать этому городу, что вы готовы там жить. Каким образом можно доказать, что вы готовы жить в этом городе? Ну, во-первых, проведите ресерс, да, проверьте, что за город, какие там специальности востребованы, какие специальности не востребованы, как легко определить, какие специальности востребованы. Заходите на сайты по поиску работы и пишите, находите этот город и смотрите, какие там вакансии сейчас открыты. Это очень важно. Посмотрите, в каком городе больше вакансий, которые подходят вам. Выбирайте этот город. Далее. После этого вы закрываете это все, запоминаете, где-то себе выписываете. Потом после этого вы открываете сайты по аренде квартир, например. И смотрите, сколько квартир, там, однушка, двушка стоит в данном городе, там, на месяц, на два, т.д. Подготавливаете всю эту информацию и уже с этой информацией вы пишете этому городу и говорите, я желаю у вас жить. Я провел ресерс, меня нет, я посмотрел, что моя специализация здесь востребована, я посмотрел, что я могу себе снять квартиру, я посмотрел, что для Канады и для меня это вообще идеальное место, бла-бла-бла. Надо убедить этот город, что вы будете там жить. Следующее. Что у вас должно быть из требований? Следующее требование, это у вас должен быть один год работы по одной специальности за последние три года. Я сейчас объясню, какая ситуация. Вот смотрите. Если вы год работали сантехником, сантехником год работали, то здесь никаких проблем нет, все, вы проходите по этой программе. Если вы, например, работали полгода сантехником, потом ушли работать менеджером, а потом еще полгода работали сантехником, то если вот общая сумма опыта работы за последние три года у вас будет год по специальности сантехник, вы проходите. Не важно, работаете ли вы на одного работодателя, работаете ли вы на десятерых работодателя, это не важно. Также не важно по поводу, что у вас написано в трудовой книжке. В любом случае, один из самых хороших способов подтверждения опыта работы, это получить рекомендательное письмо от работодателя. То бишь, приходишь к своему работодателю и говоришь, Вася, слушай, напиши мне, пожалуйста, справку о том, что я у тебя работал в специальности сантехник на протяжении двух лет. Он делает эту справку на русском языке обязательно, на языке компании, в которой ты работаешь. Потом он ставит штамп, ты берешь, идешь, делаешь перевод данного письма. Это письмо называется reference letter. Это письмо подтверждения тому, что ты работал где-то. Это самое главное подтверждение тому, что у тебя есть опыт работы. Собираешь такие письма, набирается опыт работы год, все, проходишь по этой программе. Многие у меня спрашивают, ребята, по поводу того, что можно я сам себе письмо напишу. Возможно, можно и попробовать самостоятельно, но это все равно считается подлогом, и в случае, если каким-то образом раскроется данная информация, вы, к сожалению, закроете себе въезд в Канаду на всю жизнь. Не надо начинать эмиграцию с обмана. Любую новую вещь в своей жизни желательно начинать с чистого листа, а без обмана. Дальше. Для участия в программе вам будет достаточно школьного диплома. Если у вас есть более крутой диплом, это будет вам плюсом. Тут сейчас я объясню ситуацию. Все очень просто. Данная программа нацелена не только на высококлассных специалистов в области менеджмента и высшего управления. Данная программа нацелена вообще на всех. На все случаи жизни, на всех людей. Главное, чтобы ты был востребован, понимаешь, именно в этом городе, в который ты едешь. Так вот, все города понимают, что многие специалисты, они не имеют никакого образования, кроме как школьного. Школьное образование у вас должно быть закончено, то есть 11 классов. Если вы закончили 9 классов, к сожалению, вы по данной программе не проходите. Как подтвердить свое школьное образование, либо любой другой диплом? Все очень просто. Вы делаете эвалюацию диплома. Эвалюация с дипломом стоит в районе 200 долларов канадских. Вы берете свой диплом. У меня был ролик отдельный про эвалюацию диплома. В общем, в двух словах вы берете, отправляете свой диплом в Канаду, они проверяют ваш диплом и говорят, да, 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 Вася Пупкин, да, ты закончил, даже по нашим канадским стандартам, ты закончил школу. Не было еще случаев, когда вам отказывали в эвалюации диплома. Почти все дипломы эвалюируются. Да, есть вопросы по поводу эвалюации диплома, допустим, специалиста. Ну, допустим, вот мы же все получали специалист в области таких-таких-то там наук, специалист еще что-то. Вот такой вот специалитет у нас, он все-таки в Канаде его не существует, поэтому специалитет у них либо иногда присуждает магистра, магистрскую степень, либо иногда присуждают бахелор-дегри, то есть бакалавра. Вот. И тут уже зависит от именно самой компании, которая эвалюирует диплом. Мой диплом, например, специалиста эвалюировали как бакалавра. Моего же друга, который со мной заканчивал, то есть мой бус со мной заканчивал, мы с ним одногодки вместе закончили. Ему диплом сделали магистра. Только он делал в одной компании, ВЭС. А я делал в другой компании, UFT, University of Toronto. Вот. И как бы у нас разные эвалюации. Так что я бы вам советовал все-таки пойти сделать эвалюацию диплома в ВЭС. Дальше. Языковые требования. Да-да-да, здесь есть языковые требования, но здесь очень интересно по языковым требованиям. Языковые требования делятся на различные категории НОК. А именно НОК 0 и А 6 баллов, НОК Б 5 баллов, НОК С, Д 4 балла. Короче, вы сейчас такие, Вань, что это за фигня? Что это A, B, C, D? Что это вообще за булшит? Давайте я вам объясню просто на банальном примере, что это такое. Кстати, этот ролик даже будет полезен вам для того, чтобы определить, какой уровень НОК у вас есть сейчас. То есть, ваша работа, какой уровень НОК. НОК – это квалификатор профессий Канады. И они делятся вот на 4 типа. Ой, Господи, раз, два, три, четыре, пять. На 5 типов, извините. Вот. Сейчас про каждый тип поговорим. Значит, НОК уровня 0 – это управленческие профессии, такие как менеджеры ресторанов, менеджеры горной промышленности, капитаны береговые всякие, ну, которые связаны с рыбалкой. НОК уровня A – это профессиональная работа, которая обычно требует получения степени в университете. Например, врачи, стоматологи, архитекторы. Уровень B – это технологические и квалифицированные профессии, которые обычно требуют получения диплома колледжа или обучения в качестве ученика. Например, это повара, сантехники, электрики. Уровень классификации C – это промежуточные работы, которые обычно требуют обучения в средней школе или обучения на конкретной работе. Например, промышленные мясники, водители-дальнобойщики, работники сферы еды, ну, и питания. Дальше. Уровень D – это самый последний уровень. Не то, что он плохой, а самый последний в плане в классификаторе. Уровень D – это трудовые работы, которые обычно дают обучение на рабочем месте. Это, например, сборщики фруктов, уборщики, всякие люди, которые связаны с нефтяной промышленностью, но вот прям низшие должности, начальные должности. Так вот, сейчас вы посмотрели, что такое НОК. Вы сейчас понимаете, какой уровень вам английского нужен. По большому счету скажу, что реально проходная по данной программе, на мой взгляд, это НОК категории C, то бишь это промежуточные работы, это те, которые ты обучение в средней школе получил, либо конкретно на работе получил, либо уровень классификации D, на котором обычно обучаешься уже прям на работе. То есть такие профессии, они проходные в данном случае. И, следовательно, там языковые требования занижены, поэтому это очень хорошо. Дальше. Самое главное. У вас должно быть предложение о работе на полную рабочую ставку, то есть 30 часов в неделю. Заработная плата должна соответствовать уровню прожиточного минимума или выше, а также предложение о работе должно поступить из города, о котором я говорил ранее. В двух словах. Что вам нужно делать сейчас? Вот вы все это послушали, загорелись идеей, и вы сказали, да, хорошо, я согласен, как мне туда уехать, я очень хочу, очень, 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 очень. Вот все очень просто. Вы заходите на сайт этих городов, смотрите, какие внутренние у них требования. Также после этого вы заходите на сайты по поиску работы, начинаете интенсивно искать работу в данных городах. Сейчас ты скажешь, мой подписчик, любимый, ты сейчас скажешь, что нереально найти работу в Канаде, в случае, если, ну, из-за рубежа, бла-бла-бла и тому подобное. Ну, это, знаете, это вот обычная оговорка, стандартная схема посидеть на диване дальше. Так вот, объясню. Эти города, они испытывают нехватку в рабочей силе. Они испытывают. Если бы у них было бы все хорошо с рабочей силой, они бы не участвовали в данной программе. Данная программа нужна как раз для того, чтобы привлечь специалистов из-за рубежа. Поэтому все, кто там работают, ну, то бишь, все компании, которые там работают, большинство из них нацелено на то, чтобы привлечь специалистов из-за рубежа. И как бы вопрос к тому, что меня не пригласят, он не должен стоять, потому что эта программа, она исключительно для тех людей, которые готовы поехать в определенные маленькие города и работать там. А в свою же очередь, как и город, как и компании, которые там находятся, они заинтересованы в том, что вы туда поедете и будете там работать. Им нужна рабочая сила, вам нужна канадское гражданство. Ну, и вид на жительство Канады. В данном случае отмазки, то, что я не смогу найти работу в Канаде в этих городах, потому что там нет работы, они не принимаются. Если бы этот город не участвовал в данной программе, понятно. Но данный город участвует, он изъявил желание, он сказал, что да, нам нужны новые люди. А люди, каким образом они могут там появиться? Конечно, только привлечь их из-за рубежа, там, по рабочей визе, там, еще по студенческой визе. Кстати, в этих городах еще есть студенческие визы, там, облегченная форма. Ну, ладно, мы не будем об этом сейчас. Так вот, всеми правдами-неправдами данный город собирается привлечь работников. Не может быть такого, что в городе нет работы, а город хочет привлечь работников. Ну, это какая-то хрень собачья, мне кажется. В общем, ролики, надеюсь, интенсивные, полезные. Ссылки на все комментарии и на все ссылки всяких городов и тому подобных будут под роликом, а ссылки на саму иммиграционную программу будет тоже под роликом. В общем, все туда скидываю, либо в комментариях смотрите, либо под самим роликом. До скорых встреч, ребятки, пока я пошел монтировать ролик. Посмотрите, какие у нас тут чудесные помидоры. Это, наверное, помидоры надеюсь, да?